Просто купить 5 рандомных ножей. А, и... Слитик за 0.03. Если ты его не выполнишь, ты должен будешь весь свой аккаунт за 0.03 продать. Ты подстаешься навысок. Керамбит гол за 0.03. Если не скрафтишь, крафти заново. Найди бедного подписчика и дай ему срочно голдишечки. Столько с голдишки, сколько он у тебя попросит. Любое число. Любое. Сколько? Здарова всем, ребята, кентуха на проводе. Прямо сегодня будет продолжение вашей самой любимой рубрики. А именно, я сегодня буду выполнять самое нереальное и самое хардовое задание от самых популярных ютуберов по стендам 2. Поэтому, если ты ждал эту долгожданную рубрику, прямо в эту секунду прожми огромнейший лайк. Обязательно подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. А я тебе подарю косарь и голдишки. Ну что же, а мы начинаем. Ой, родной, Пеппа, привет, дорогой мой. А у меня для тебя очень важное задание. Если ты его не выполнишь, ты должен будешь весь свой аккаунт за 0.03 продать. Ну что, дорогой, это моя. Мое задание максимально простое. Ты должен будешь просто купить 5 рандомных ножей. А, и... Слить их за 0.03. И даже если там будет керамбит голд, ты обязательно должен будешь его купить. А потом слить за 0.03. Давай, Пеппа, удачи. Ха-ха-ха. ЧЕГО? Это чё за дичь? А если мне керамбит голд попадётся? Или хармони? А шалеть. Так ладно, просто купить. Я их ещё и должен слить за 0.03. Блин. Ладно, окей. Окей, окей. Давайте это делать. Захожу в рыночек. Ножечки. Нажимаю применить. Эй! Фанк Сапфира. Косарь голдишки в никуда. Ладно, окей. Я куплю. Потому что я, ребята, мужик. Мужик-жик уже не мужик. Ха! Купил, купил, окей. Попыточка номер раз. Попытка номер два. И... Опять 1700. Вы заметили? Они всё дроже и дроже. А шалеть уже 2500 просто в никуда. Окей, давайте попытка номер три. Я просто в шоке. Как же это жёстко. И... Фух. Я уже три ножа купил. Обалдеть. Так, ещё два ножичка. Прошу, лишь бы ни какой-то мигер голд, ни харм, ни... Ну, ни мимикра, ни чего такого. И... Фух, ребята. Обалдеть. Последний пятый раз. Да, да, нет, нет. Давайте, мужики. Нажимаем применить. И... 985! Покупаю. Блин. А сейчас будет самое-самое неприятное. Мне надо будет продать. Все эти пять ножей. Начнём из синхороды. Аж плакать хочется. Тик-так! Ты пей, перхоть и пепа. Пол кто ты? Всё, погнали продавать. Эх, братва. Вот так вот беру и продаю. А, за одну. Нет, там же надо за 0.03. 0.03. Всё. Продал. Чао, какао! Окей, погнали дальше. Погнали дальше. Дальше у нас идёт фанг сафира. Тоже идёмте продавать его. Вы даже не представляете, какая же это боль. Вот так вот просто брать и продавать ножички. Ну, а теперь идёмте дальше. Стилеты Soul The Warrior. Давайте точно так же продавать за 0.03. Иди сюда, дорогулечка ты моя. Вот так. Как же я тебя люблю, ты бы знал. Пока-пока. Пока-пока. Ещё один ножичек за 0.03. Ох, ребята. Я не могу на это смотреть. Я просто не могу на это смотреть. 0.03. Всё. Чао, какао, родненький. Ну и прямо сейчас у нас остался последний флип вортекс. Давайте его тоже продадим. И наконец-таки выполним это задание. Притом, понимаете, что мне очень сильно повезло. Потому что если бы мне выпал киргол, это было бы очень печально. Ну, а так мне ещё лайтовенький вариант. Всё, погнали продавать. Тик-так, за твое здоровье. Вот прямо сейчас беру и продаю. 0.03. Асталариста, бэйби. Вот так вот. Минус пять ножичков. Это полная фиаска. Ну что же, погнали смотреть следующее издание. Надеюсь, оно будет более адекватное и более нормальное. От нашего брата Абовина. Давайте послушаем. Али, Амбуа, брат. Короче, тебе нужно доказать, что ты настоящий брат лягушонка. И для этого ты должен будешь сыграть в КБ с М40. И быть на первом месте. Иначе, если ты не будешь на первом месте с М40 в КБ, то ты подстриешься на лысо. Как говорится, мотивация топ-1 для тачерства. Египетская сила. Я вообще не умею играть в СМ40. А тут надо отыграть еще. Не просто отыграть, а быть на первом месте. Так, ну давайте какой-то М40 применим. Например, вот этот, Эпик. И теперь погнали в КБ. Ой, а вдруг карта пойдет какая-то неподходящая. Что тогда? И в Сент-Ярс. Ну, в принципе, карта нормальная. Но тренинг вот сайт была бы лучше. Что, ребята, пожелайте мне удачи. Мы перемещаемся в каточку. Я вам скажу так, стричься на лысо я не хочу, поэтому я буду жестко потеть. Вот М40. Надо быть с М40 на первом месте. Ё-моё, это, как по мне, вообще нрел. Опа. А-а-а! Уже килл первый дали. Это не я дал. А шалеть. Как с М40 пацаны играют? О, попал, прикиньте. Здорово, брат. Ха-ха-ха. О, найс-таки я уже на первом месте. Хорошо-то как. Так, ребят, надо еще 4 минуты продержаться. Будет вообще езивин. Тучел. Здорово, брат. У-ха-ха-ха. Обалдеть. Есть определенный какой-то свой вайб. Так. Я на втором месте. Блин, какой-то чел с ним, я там, ника, меня обгоняет. Чувак, ты что, теперь спортсмен или что? Стоп, стоп, стоп. Ты какой-то чел, бот-энтертеймент. Да, да, идеально. Он как будто мне помогает выполнить этот челлендж. Так, я на первом месте. Но отрыв не супер большой. О, нет, ребята. Я честно скажу, это супер тяжело. Прям супер тяжело. Не переключай, не переключай, не переключай, брат. Это не реклама, это не реклама. То есть за это деньги не платили. Короче, братишка, смотри. Сейчас в связи с тем, что у Ютуба очень большие просадки, у Синдов очень большие просадки. Я потихоньку перехожу на Твич. И прямо сегодня будет стрим. Потом, братик, просто подпишись на мой Твич по ссылочке в описании. Если тебе интересен я. Я тебе надеюсь, по-любому интересен. И потом возвращайся обратно, досматривая дальше видосик. Ссылочка снизу, первая ссылка. И на ТВ тоже можно подписаться. Вторая ссылочка, там вся инфа. Я уже на третьем месте. Ну как мне занять первое место в этом долбанном КБ? Ух, поехали. Прыжочек сделали. На аккурате. Наверное, ща, так тут никого. Братанчик. Ай, найсик. Чего в тактике пикселей сидит, смотрите. На тебе за тактику пикселей. Это моя тактика. Так, ребятки, а я тем временем переместился на второе место. А мне надо первое. Ой, хорошо. Строупрод, ой, хорошо. Найс. Да блин, это чел опять 8 кило. Как он, как он играет? Я впервые в жизни встречаю в КБ таких жестких типов. Прям супер жесткий чел. Так, ребята. Одну очку отрыв. Я думаю, мы сможем это сделать. Я думаю, все шансы у нас есть. Но я скажу честно, это прям очень по харду. Потому что противники тоже не нубы. Я не знаю, раньше в КБ играли одни ботики. Сейчас в КБ играют киберкотлеты какие-то жесткие. Ой, я лидером стал обалдеть. Найс, найс, найс. Найс, найс, найс. 15 кило, да. Ух, это вам не шутя. Ну вот это, конечно, было неприятненько. Ой, мой ты маленький. Да ну как они это делают? Ну это невозможно. Все, ребят, отрыв 3 очка. Я думаю, у меня большая шанс на победу. Я думаю, мы это сделаем. Обалдеть. Просто три чела стоят и простреливают темку. И как это контрить? Это какой-то легальный софт, я не знаю. Здорово, родной. Ой, хорошо. Ай. А тебе можно головку поставить? И тебе головку. Брат, и тут еще четвертый чел хочет головку. Ха-ха, не, все-таки не хочет. Блин, если вы с этим играли, как я, мы, возможно, даже выиграли. Смотрите, у кого корона на голове. Смотрите, у кого корона на голове-то, а? Кто король стендоффа? Я вот в КД вышел. О, я даже вышел чуть больше, чем КД. Это очень даже хорошо. Ха-ха-ха. Здоров. Здоров. Ребята. Хоть наша команда проиграла, но я на первом месте. А это означает то, что я мои волосы сохраняю. Ура! Еще одно жесткое задание мы преодолели. Погнали дальше слушать задание от Холдика. Кен, даю тебе задание. Ты должен выиграть первого подписчика, который напишет тебе в личку. Если ты проиграешь, ты должен слить ему, будешь керамбит голд за 0.03. Что? Опять кер-голд? У нас есть хотя бы одно нормальное задание. Какой еще кер-голд? Вдруг против меня кибер попадется. Окей. Первый подписчик, который приглашает меня на дуэль. Смотрим. Какой-то ПК придет твой подписчик. Он меня в лобби приглашает. Ну, наверное, это типа то же самое, что и дуэль. Давайте его приглашу. Первый подписчик. Дальше. Можно голду по шее. Чел, я не знаю. Чел, ты на каком языке пишешь? Тут что? Сейчас какая-то сосиска. Я тебе донат скину. ПЖ, ПЖ, ПЖ. Добавь, добавь. Давайте его тоже сейчас пригласим. О, зашел, 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 зашел. Давайте я напишу. Играем дуэль на... На... Кер-голд. Ха, прикинь, если чел будет в шоке. Ключи микрофон. Ха-ха, дайте включим. А что мне скажет? Алло, брат, здорово. О, привет. Брат, я принадлежу тебе дуэль на Кер-голд. Если ты меня побеждаешь, Кер-голд твой. Ты готов? Скажи мне, малышечка, ты моя. А я мальчика не делаю. А ты правда меня не обманываешь? Брат, я никогда не обманываю. Ты, подожди, ты мальчик или девочка? Я мальчик, но ты еще не меня ебал. А как ты можешь доказать, что тебя мальчик? Я мальчик. А доказательства будут? Да. Ну, я же по голосу. Ну, ладно, брат, шучу. Все, играем дуэль на Кер-голд без обмана. Кто обманит, тот голимый термит. Стой, стой, стой. Стой, стой. А если я вот проиграю, то что? Ну, с тебя ничего. А ты мне дашь тогда, если я проиграю, например, дашь мне тысячу голды на нож? Да подожди. Не так идет. Смотри, если ты меня выиграешь, ты получаешь Керамбит Голд за 80 тысяч голды. Бесплатно, понимаешь? Если проиграешь, ты ничего не теряешь. Да, брат. Все, очко мамы тут стоит. Погнали, родной. Слушай, ну кажись, я этого чела просто капец как сильно замотивировал. Это вполне невероятно то, что сейчас он будет тащить. Притом это задание от холдика. Ладно, окей, погнали. Все, давайте, ребята, режим дуэль. А чем я них перхать? Менник должен быть кем-то ПК. Че за дичь? Вы не поверите, но спустя минуты две этот чел все-таки зашел. И как будто он замотив... О, так у него нормальные скины. Он говорил, дай мне голдишки, ты дали. У него нормальные скины, видели? У него арка на МП5. Да у него нормальные скины, что он прибеднялся. Говорит, дай мне тысячи голдишки хотя бы. Ну че, плачаны, поехали. Раунд номер один. Ха-ха, чел просто в тактику пикселей стал, понимаешь? Там, где тебе учили, я преподавал. Вот так вот. А раунд номер два, драбаши. Ну вот с драбашами, конечно, будут проблемы. Потому что драбаш... Ох, ничего себе, раскид. А, он с драбаша пытается меня замочить. Брат, ну я тебе раскрою секрет. Драбаш стреляет от максимума с такого расстояния. Ну никак не с такого, как ты по мне стрелял. Два ноль. Блин, ребят, ну как будто вайс увизи. Приветик, пупсик. Кто с такой красивый? А кто это в тактике пикселей сидит? А, получай по шляпке. Ха-ха-ха. Три ноль. Легчайшая. Походу все-таки керхулдик, я засейвлю его себе. Здорово, брат. Четыре ноль. Да, да, да. А кто у нас такой красивый тут? Брат. Ну ты ж понимаешь, что без вариантов. Ну, кстати, у меня осталось 17 хп. Ребята, самый ценный игрок это перхоть. Ну, то есть я. Победили, победили, победили. Почти победили. Блин, ну прям вообще прикольно. Я вам скажу так. А! Пока я трындел, меня замочил подло в спину. Ой, мужик, я просто так это не оставлю, поверь ты мне. Зря ты так сделала. Зря, зря, зря. Ребят, а теперь смотрите, что имею. Все, 6-1. Вот и помер дед Максим. Только остался с ним. Ну, ребят, у него как будто нет шансов, нет? Слушай, а может мы сейчас попробуем последний финальный раунд его забрать на нож? Вот как, Амидейка? На нож чисто. Показать вот батя. У меня дыма нет. А, езды. Чекайте, чекайте. Да блин, почти. Попытка номер 2. А ну-ка. Давай. Ай. Не, ну чел поте, чел поте. Для него это просто игра жизни. Давайте. Оп. Я просто гений, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Давай колобанга. А-а-а-а. 8-3. Как же это было эпично. Он даже от страха выбросил свой М60. Ох, ребят, ну шо вам сказать. Обожаю побеждать. Обожаю. Просто обожаю. Ну что же, ребятки. А мы перемещаемся к следующему заданию. От нашего братика по имени Арткул. Здорово, кентусик. Лови от меня интересное задание. Короче, братан, ты должен будешь сделать самый дорогой крафт. Ты должен скрафтить калаш, дрэгон, статтрек. Если не скрафтишь, крафти заново. Арткул. Ты был мне как брат. Но ключевое слово был. Блин, мужик, че за подстава? Вы просто представьте, насколько же это обидно. Я должен скрафтить Артурен, статтрек. А если я его не скрафчу с первого раза, я должен делать крафт второй раз подряд. Окей, поехали, покупаем. Прямо сейчас вот так. Накурать 10 скинчиков. Просто ошалеть. Как же это дорого. Ладно, окей, полетели. Давайте. Как говорил мой дед, я твой дед. Смотрите, ребят, методика, как скрафтить именно Артурен. Я должен выбрать последний скин именно с наклейками. Я его выбираю. Теперь говорю, волшебное заклинание. Охалай, махалай, титаку в рот. Гриб, попадай. И я делаю крафт. И мне выпадает. Так, ребята, я сейчас еще и сниму для удачи. Я закрою глаза. Три, два, один. Ииии. Прошу, маля, маля, маля. Да, блин. Минус 2к. Это полная фиаско, почины. Ладно, окей, полетели. Давайте. Да, да, нет, нет. Как говорил мой дед, я твой дед. Поехали. 10 штук. Ошалеть. Просто. Минус 5к. Калкишки. В никуда уже. Ладно. Да, да, нет, нет. Поехали. Прошу. Кардрен, кардрен. Кардрен. Маля, 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 маля. Да. Фух, ребята, мне на секунду показалось, что мне выпало 5 по 90. Я уже испугался, но нет. Удача сегодня была на моей стороне. Как же я рад. Фух. Идемте обратно, ребятки, к следующему заданию. На следующее задание от моего братика Рикардика. Давайте послушаем, что же сказал он. Ну, Рикардик точно достойтовое задание. Давайте слушать. Кентуха, дорогулечка, даю тебе задание. Я знаю, что ты богатый говнюк, поэтому найди бедного подписчика и дай ему срочно голдишечки. Важное уточнение. Столько с голдишки, сколько он у тебя попросит. Ну, что же, братва, вроде бы как я ушел с самого бедного подписчика на планете Земля. Братуха, расскажи, ты бедный или нет? Да, я бедный. У меня вообще нету. У меня инвентарь стоит одну голду максимум. Инвентарь на голдишке стоит. Брат, а сколько стоят твои очки? Подарили. А где подарили? Ну, на мусор. Просто, ребят, чтобы понимали, насколько это бедный подписчик, он роется на мусорках. Брат, это правда? Да, правда. Можешь немножко показать свою квартиру, чтобы подписчики понимали, что ты действительно самый бедный? Немножко свою квартиру можешь показать? Ну, просто краем глаза, заднюю камеру включи и чуть-чуть показать там, чтобы понимали. Я вижу, что у тебя какой-то диван есть. Ничего себе. Ого, у тебя даже диван есть. Брат, а этот диван откуда взяли? Что-что, с мусорки тоже нашли? Нет. Нет? Нет, а откуда? До меня было еще. До тебя? Обалдеть. То есть, этот диван был до твоего рождения, я правильно понимаю? Да. Обалдеть, сколько он старый. Брат, покажи немножко квартиру, чтобы поняли, что ты действительно тот, кто нуждается в голдишке. Так, ой-ёй-ёй-ёй. О, у тебя плазма есть, ничего себе. А где ты плазму взял? Откуда плазму взял? Была. Тоже была до твоего рождения? Да. А ну, покажи плазму. Подожди, сколько тебе лет? Плазме 15 лет. Ну, брат, покажи плазму. Можешь подойти к ней, показать нам? Так, это не плазма, это просто теле. Просто теле. А, это не плазма. Брат, ну покажи нам, чтобы вы поверили, потому что, понимаешь? Братова, обзор на плазму подписчика. Не, ну, брат, Samsung. А ну, можешь так сбоку показать, чтобы поняли ширину этой плазмы? Так сказать, ширину шага. Ой-ой-ой, брат, ну да, отнеси всем плазма. Братуга, какой-то у тебя, я вижу, я вижу, я вижу, какое-то кресло и так далее. Брат, ну что, я смотрю на тебя, я вижу, что ты реально нуждаешься. Скажи мне только одно. Сколько ты хочешь голдишки от меня? Любое число? Любое. Ну, сколько можно? Ну, вообще было бы хорошо, полторы тысячи у меня там. Сколько? Сколько нищ? Что-что? Сколько, брат, тебе дать голдишки? Говори. Тысяча. Ну, выставляй, это другое дело, а то мне послужилось с полторы, мне чуть, ну, сам понимаешь, сердце слабое. Давай, родной, выставляй за полтора костыря. За тысячу ровно выставил. Ну что, брат, прямо сейчас, косарь голдишки, я даю моему бедному подписчику. Братик, на здоровье! Спасибо большое. Брат, давай, обнял, приподнял. Ну что, ребятки, а мы идем к следующему заданию. Братик, я тебе дам очень интересное и офигенное задание. Тебе нужно создать новый аккаунт, который ты должен будешь офигенно прокачать для своей любимой аудитории. После чего ты этот аккаунт должен разыграть своим подписчикам. Удачи! Ну что, братва, а вот я и нахожусь на вашем будущем аккаунте. И, кстати, да, стекил. Ты мой, это нормальное задание, чтобы я не тратил голдишку. Но тут хотя бы не так жалко, потому что этот аккаунт я в итоге дам моей аудитории. Ребят, я говорю сразу, у меня сейчас по голдишке не супер хорошо, но вот этот аккаунт вы получите. Первое, что я хотел вам показать, это, ребятки, инвентарь, который уже есть. Сколько тут медалей, сколько тут всего. Ну и прямо сейчас буду собирать вам такой скромненький инвентарь на полтора косаря. Так, вначале нам надо выбрать вам ножичек. Так, брата, какой ножичек выберем для братвы? У нас голдишек не супермного, поэтому давайте возьмем вот эти вот тычки, они суперкрутые. Вот эти вот тычочечки я взял. Дальше у нас осталось 950 голдишки, можно собрать кому-то халявный АКР. Так, брата, какой АКРчик возьмем? Давайте подумаем, АКР, легендарка. Наверное, я выберу АКР Некромансер и еще 4 наклейки. Обалдеть, ну прям без вариантов. Теперь надо выбрать USP и надо выбрать Глок. Это два базовых скина, которые должны быть у каждого в инвентаре. Глок я предпочитаю G22 Frost War, потому что он реально очень-очень красивый. О, как раз с 4 наклейками, то, что доктор прописал. USP, Сигра Бомб, не знаю, как вам, но мне этот USP реально заходит. М16, надо брать такой шотган Стрипс, она очень классная, это Аркана. М4 Самурай тоже мне очень нравится, я сам играю с М4 Самурай. Вал, у нас, по сути, только такой вариант, его один. Так, остается 135 голдишки, что еще возьмем? Что еще взять? Давайте еще возьму еще вам какой-то, вот какой-то вам АВИК. АВИК, братва, выберу. Оооо, вот это другое дело. И АВИК, АВМ, бум, хороший АВИК. Итого, ребята, у нас вот такой вот инвентарь получается, и этот инвентарь получит кто-то из вас. И как же его получить совершенно бесплатно? Вам надо прямо сейчас поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал, написать любой хороший комментарий, и самое главное, перейти прямо сейчас и подписаться на мой ТГ-канал, потому что в нем будет розыгрыш этого аккаунта просто за подписку. Также подписывайся на мой Твич по ссылочке в описании, потому что розыгрыш будет проводиться в режиме реального времени на Твиче. Все наши ссылочки снизу, всех обнял, приподнял. С вами был ваш Кентуха, всем удачки, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok